здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сейчас я хочу сделать небольшой экспресс разбор владимира путина недавно он выступил с заявлением о частичной так называемой частичной мобилизации другие эксперты уже высказались по поводу этой частичности я же со своей стороны посмотрев это обращение к нам к народу до увидела что у путина оказывается есть четыре огромных страха и это не те страхи которые он нам с вами озвучивал но я это все не буду голословно я просто покажу и вы сами делайте выводы как вы считаете нужным но для начала давайте разберемся что мы видим вот как человек сидит да вот это уже тоже о многом говорит то что максимально он зафиксировался на своем рабочем месте или в общем получается в картинке да это признак того что он старается минимально давать нам во первых сигналы тела чтобы мы меньше читали до чтобы меньше вот этого информационного потока было а кроме того возможно у него что-то не в порядке со здоровьем я не могу это утверждать но часто люди когда им плохо они нуждаются в какой-то дополнительной поддержки да и вот то что он выставил левый локоть и на него оперся сейчас секундочку я себя передвину чтобы не мешать потому что здесь еще пальчики надо видеть да так вот левой рукой он выставил как бы защиту возможно это опора я не знаю но при этом посмотрите вот несмотря на то что он занял локтем до локтем занял площадь стола это говорит об уверенности его но смотрите рука сползла вниз опять это повторяет вот именно то что сейчас секундочку меня тут немножко перекрывает это опять подтверждает то что чувствует он себя очень неуверенно пальчики он спрятал да возможно это было сделано для того чтобы мы минимально прочитали его язык тела но мы-то как говорится знаем свое дело очень хорошо и все все по нему было видно дальше смотрите получается то что он левой рукой выставил вот эту защиту да или опору как мы знаем левая сторона сторона эмоций сторона личного пространства да то есть человек не готов драться защита сама по себе она пассивно понимаете вот когда человек попадает в стрессовую ситуацию он либо у него жесты нацеленные на то чтобы драться и отстаивать свою точку зрения да это когда человек уверен либо он пытается себя успокоить и сказать ну ладно ладно давай это переживем и ну под потом перезагрузимся да что называется то есть вот эмоционально себя успокаивает и как правило если человек настроен активно то он действует ну выставляет вперед защиту правой рукой да то есть действием если он не уверен то он выставляет левую руку левой рукой он защищается то есть перед нами человек по большому счету вот то что я вижу человек не очень уверен уже на данный момент но пытается показать свою уверенность и пытается спрятать вот эти сигналы того что он не уверен да то есть вот выставление именно левой руки говорит о том что драться он не может просто вот поверженный можно сказать перед нами вождь который безвольно спрятал скажем пальцы да и смотрите другая рука вообще не занимает пространство стола а безвольно просто висит вот кстати вот по этому локтю мы с вами будем читать его настроение потому что вот эта часть руки как раз у него и является самой свободной и вот она будет как раз реагировать на его настроение по ходу повествования и на то вот мы по ней как раз и прочитаем вот единственная лазейка для нас которую он нам оставил но тут уже понимаете тут никак по-другому потому что ну везде он все зафиксировал а вот этот вот локоть он остался свободным и вот по нему мы будем читать адам из дальше правая только кисть на руке но война на столе но обратите внимание как эта кисть лежит опять таки а тут два варианта либо он не уверен либо ему плохо и и ну вот знаете когда человека больного больному человеку приходится занимать сидячее положение ему это дается очень трудно я не знаю что здесь сработало больше но я вижу что передо мной человек очень неуверенный он умеет себя держать перед камерой возможно ну там как-то это все снято в очень удобной для него атмосфере и так далее но то что много сигналов того что он чувствует себя не в своей тарелке это налицо на дальше не уверен правой наступает вообще правой рукой обычно наступают а здесь получается правая рука заняла очень пассивную позицию да она как бы вот висит в воздухе что говорит о том что перед нами человек который не будет драться который будет защищаться больше то есть бессознательно он нацелен на защиту да но ему надо как-то вот убедить нас с вами и поэтому конечно же он всеми своими эмоциями пытается играть до показывать нам уверенность но это все шито белыми нитками а да еще корпус наклонен влево опять таки вот вместе с рукой на которую он опирается влево о чем это говорит то что он на эмоции больше ну то есть ищет поддержку именно в эмоциях вот это вот так и значит будем смотреть по поводу локтя и что мы по локтю будем смотреть то вот самое главное локоть у нас самый свободный и самый реагирующий на то что он будет говорить смотрите когда человек уверен в себе да и он чувствует какую-то угрозу какой-то раздражитель то уверенный в себе человек этот раздражитель просто оттолкнет да и часто мы по этому сигналу тела можем понять как человек относится к той или иной информации или к человеку о котором мы говорим у него всегда вот идет отталкивание локтем но вот один такой маленький нюанс а это когда человек уверен уверен в том что он может дать отпор что он может отгородиться от этого раздражителя но если человек не уверен то он будет бежать вот знаете как реакция когда человек встречает раздражитель даун бей замри беги да вот вот такие вот реакции то есть бей это значит отталкивай до замри это тоже кстати работает но человек когда замирает это тоже сигнал того что он испугался но еще реакция как бей замри беги да и беги убегай значит и вот локтем когда человек убегает это значит что у него нет другого выхода потому что драться он не может да вот если он чувствует в себе силу он отталкивает то есть дерется если он не чувствует в себе силу то он замирает или убегает и вот по этому сигналу локтя мы будем понимать где он готов драться где он чувствует свою уверенность а где он как раз наоборот чувствует крайнюю неуверенность и вот по этим сигналом мы можем понять чего он на самом деле боится вот в чем в чем фишка и так для начала давайте посмотрим по отталкивание что он нам будет отталкивать и мы будем понимать отношения отношения к тому что он рассказывает сейчас я включаю первый фрагмент и так уважаемые друзья вот смотрите локоть отвращение сжал губы а и вот видите вот отталкивание локтем сейчас я себя немножко передвину обращаюсь сегодня к вам вот опять идет отталкивание лону нашей великой родины видите опять идет отталкивание локтем ну и мы понимаем что в общении с нами с народом он очень уверен и в принципе он понимает что все что он нам сейчас скажет будет воспринято будет поддержана так как надо и в общем то здесь он уверен здесь он на свои ну что называется на коне и все в порядке для него по крайней мере и вы знаете вот очень пренебрежительно да вот это вот отвращение идет идет вот это отталкивание то есть все таки при том что вот хочу обратиться к z патриотом если вы думаете что к вам президент относится как-то уважительно то по этой реакции я сразу скажу что он говорит о том кого он не уважает и в данном случае он говорит о своем народе делайте выводы сами я просто вот вижу сигналы тела и как бы дело делаю определенные выводы со своей профессиональной а вы уже сами решайте насколько это вам вашу правду жизни вписывается да а теперь давайте посмотрим чего на самом деле так подождите чего на самом деле боится наш дорогой президент у него я насчитала 4 страха за это обращение и наблюдать мы за этими страхами будем потому когда он будет прятать свой локоть когда локоть будет уходить давайте смотреть и ход специальной военной операции по его освобождению от него нацистского режима захватившего власть на украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота видите вот он локоть ушел вот он локоть ушел чего на самом деле боится наш дорогой президент а именно вооруженного переворота вот что его беспокоит на самом деле это первый его страх давайте наблюдать за следующими страхами других освобожденных от него нацистского режима районов речь пойдет о необходимых неотложных шагах по защите суверенитета безопасности и территориальной целостности россии и вот посмотрите и здесь у нас локоточек уходит уходит потому что не хочется ему потерять обратно захваченные территории это второй страх нашего президента следующий страх нашего президента блокировать подавить любые суверенные самостоятельные центр развития видите и опять локоточек уходит как раз на теме независимых как там развить ну что-то такое независимое что это такое объясняю для тех кто в танке до или где там еще если вы в каких-то своих реалиях живете это на самом деле потеря власти вот этот независимый суверенитет это чистейшие воды просто место где он руководит где он властвует где все подчинено ему и он боится потерять именно это и вот этот вот локоточек нам как раз и говорит об этом видите и здесь у нас и тревога на лице и все такое да видите как как это сурово но но все-таки он держится до насаждать свои псевдоценности а вот еще разочек лак локоточек ушел как раз на том что замена тех ценностей которые позволяют ему властвовать на своих территориях до захватывать чужие а получается приходят другие ценности да они нас ну ладно не буду я свои свое мнение здесь озвучивать да просто есть его насажденные уже ценности которые вот взять патриотах сейчас мы очень четко видим да а здесь придет кто-то и скажет а он на самом деле был неправ вот это он боится понимаете вот этого он боится вот и все понимаете а кстати дальше основная часть его повествования о том что каким как мы все рискуем как все это страшно ну то есть вот даже один пример посмотрите с каким воодушевлением он рассказывает о том что на самом деле у него как основа того чтобы нас с вами запугивать да вот как бы это те страхи которые нам с вами внушают да но посмотрите о страхах так не говорят вот только что он говорил о страхах а реальных страхах для него по крайней мере те страхи которые мы сейчас увидели четыре страха они реальны а вот сейчас о тех страхах в которые мы с вами должны поверить давайте посмотрим как он о них говорит они сделали своим оружием тотальную русофобию в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к россии прежде всего на украине которые они готовили участь антироссийского плацдарма а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной развязав ее эту войну еще в 2014 году кстати облизал губки тоже очень очень в тему потому что еще в 2014 году как мы помним он очень хорошо удачно хапнул себе крым и решил что крыма недостаточно надо еще сухопутный путь в этот самый крым о чем в общем-то стрелков он же гиркин рассказал как на духу вот у нее есть интервью у гордона я даже в каком-то своем разборе бы вот прям фрагменты ставила могу их еще раз найти да еще в каком-то разборе показать ну то есть все понятно все шито белыми нитками вот это облизывание губ говорит о том что здесь он очень даже хорошо в четырнадцатом году он очень хорошо поимел территориально а сейчас просто вот нас запугивает запугивает здесь нет ни ни малейшей частички страха вот он там много чего рассказывать всяких разных пугалок но если бы это было реальностью то он бы это говорил как минимум озабоченно понимаете была бы печаль была бы озабоченность страх грусть что угодно но не вот это воодушевление вы посмотрите вы представляете как же это интересно да вот из украинцев сделали пушечное мясо ой как радостно да вот он рассказывает это с воодушевлением такую сказочку на ночь в которую вот люди недалекого ума как правило верят а люди думающие очень сильно сомневаются и не зря ну ладно уже пошла моя личная оценка сейчас досмотрим ролик использую вооруженные силы против гражданского населения какое счастье какое счастье он это так радостно нам рассказывает и вообще вот все интер вот все его повествование по поводу того как ему пришлось просто ответить западу что запад ему угрожает если бы на самом деле была угроза то это говорилось бы как минимум с испугом как минимум с какими-то другими эмоциями но точно не с радостью понимаете в чем фишка поэтому делайте выводы сами я понимаю что я сейчас много своих личных оценок здесь наговорила возможно но я думаю что все таки мой канал смотрят люди думающие поэтому думайте взвешивайте решайте сами я для себя конечно же выбор сделала но сейчас не буду его навязывать подписывайтесь на мой канал у меня очень много разборов в очереди ну вот получается что немножко подвинула те разборы которые собиралась делать потому что конечно же тема мобилизации коснулась каждую российскую семью если кто-то еще не понял если кто-то еще думает что вас туда отвезут на какое-то романтическое путешествие то вы очень сильно сомневаетесь если вы думаете что это украина на вас напала то вы тоже очень сильно не правы потому что все-таки война идет на территории украины и это факт и давайте не будем передергивать факты да значит я с вами прощаюсь не забывайте поставить лайк этому видео или дизлайк я так понимаю что и зомби набегут на это этот разбор подписывайтесь или отписывайтесь и уже как сами считаете нужным но я буду продолжать вещать и высказывать свое мнение то что я вижу и ну что поделать вот так и такие у нас взгляды если они не сходятся с вашими то извините да я прощаюсь с вами до новых разборов люблю вас всех очень сильно пока пока